Продолжение следует... ...по многим группам товаров. И что подчеркивалось тогда теоретиками, особенно это будет выгодно эстонскому сельскому хозяйству. От теории к практике решили перейти в Министерство сельского хозяйства и Центральном союзе сельхозпроизводителей, организовав инфодень на тему «Поможет ли ВТО продвижение эстонских продуктов питания на российском рынке?». Организаторы не скрывают, что Россия — важнейший рынок для эстонских производителей, но им необходимо знать, как воспользоваться открывающимися возможностями. В связи с вступлением России в мировые торговые организации мы, конечно, знаем, что таможни пошлины будут немножко меньше, не существенно, но все-таки будут меньше в будущем. Есть, конечно, много таких деталей, и поэтому наши производители интересованы, какое будет воздействие этих деталей на торговые обстоятельства. Совещание аграриев пройдет с участием представителей Всемирной торговой организации. Данное мероприятие пройдет на фоне новости, которая для многих националистически настроенных политиков была, мягко говоря, не из разряда приятных. В начале сентября департамент статистики сообщил, что 15% эстонского экспорта пришлось на Россию, которая впервые заняла первое место по этому показателю. На второе и третье место опустились традиционные партнеры нашей страны — Швеции и Финляндии. Очевидно, что после вступления России в ВТО удельный вес этой страны в общем объеме экспорта Эстонии только увеличится. При этом сельское хозяйство — не единственная отрасль, которая может обеспечить этот рост. Второй сектор, который очень важен, это, конечно, транспорт, логистика и транзит. Здесь мы делаем все для того, чтобы восстановить те позиции, которые у нас были 5 лет, и чтобы опять бы стать лидером среди балтийских стран, а может быть бы еще и догнать и пригнать Финляндию. Но опять-таки здесь невозможно обойтись без самых хороших, теплых, дружеских отношений между Эстонией и Россией. Таким образом, одного вступления России в ВТО для нашей страны вряд ли будет достаточно, чтобы в полной мере воспользоваться всеми открывающимися преимуществами. Экономические успехи и соглашения придут вслед за политическими. Причем эти политические решения необходимо делать как можно скорее, ведь конкуренты Эстонии не дремлют и рыночные ниши долго пустовать не будут. Максим Волков, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.